здравствуйте с вами программа тетабет сегодня мы опять как всегда продолжаем наш разговор вокруг экономических вопросов но с точки зрения неэкономических проблем и сегодня мы решили заговорить о спорте а точнее о допинге в спорте почему ну во первых потому что это тренд модный сейчас во вторых допинг для спортсмена это риск а риск это то что сопровождает экономику всегда особенно на фондовом рынке и поэтому с этой точки зрения мы решили поговорить об экономике к тому же если мы немножко взрослемся назад в конце 2015 года президент россии владимир путин собрал совещание по развитию футбола где поставил задачу зарабатывать деньги то есть что он имел ввиду что современный спорт это коммерческое предприятие которое должно окупать себя мы сейчас не будем рассматривать вопросы насколько это оправдывает примеры даже ведущих футбольных лиг европы говорят о том что две трети команд там убыточные мы этот вопрос оставим в стране самое главное мы поговорим об одном если спорт это коммерческое предприятие значит в основе его лежит экономика и вот с этих позиций мы пригласили сегодня в гости к нам специалиста в этой области у нас в гостях мини баев наиль карамович старший преподаватель кафедры физического воспитания и спорта казанского федерального университета неоднократный участник и победитель международных соревнований по легкой атлетике старший тренер сборной казанского федерального университета по легкой атлетике здравствуйте наиль карамович на суть наиль карамович первый вопрос вам связанный с тем почему все-таки спортсмены принимают допинг почему они рискуют с чем это связано это связано с тем что они хотят просто заработать деньги или просто самоутвердиться или же просто ничем не думают в этой связи я хочу просто развить эту тему перед вашим ответом и сравнить такую позицию спортсменов с допустим вот последними событиями на шахте воркутауголь где как доказал уже следствие менеджмент шахты в нарушал все правила безопасности стремясь максимально выработать уголь из шахты естественно стремясь прибыль получить в итоге 36 потерянных жизней поэтому вопрос только ручь почему все-таки спортсмены рискуют унисон то что вы сказали вот от допингов от допинга жирно выбирает где-то от 30 до 60 человек в мире от допинга повредение допинга до упоминание допинги появилась где-то вот 1819 конца 19 века 1879 году были пойманы велосипедисты гонщики с допингом они тогда применяли так называемые психосимуляторы стряхнин атропин проще такие то что было доступно под рукой потом марафонцев поймали потом собственно говоря уже где-то вот 20 век сборный рост анаполических стероидов многих-многих ловили исключали сборных команд пожизненно я скажу только девяностом году вот тренер сборной команды сша вот чак дебас он был пожизненно исключен от тренерской деятельности его попросту говоря убрали и 90 году у нас после уже московской олимпиады после олимпиады вот несколько прошли сиюли и еще лошадь андреас после этих соревнований тоже девяностом году когда уже их у значит вот пошло время перестройки гласности осенью 90 года был значит собран форум наших тренеров отчитывался главный тренер сборной ссср тогда юрий дмитриевич тюрин никто из тренеров отвечающих за свои виды тогда выступать не вышли почему потому что большинство из них были в общем-то где-то помешаны вот в этих допинговых скандалах вот в вашем вопросе заложен ответ это самоудвердиться это заработать в основе вот лежит заработок испокон веков в общем-то в принципе честным путем получить результат сразу это очень долгий длительный процесс тренировочный процесс повседневно надо трудиться повседневно работать две-три тренировки в день очень много а когда в общем-то в принципе есть возможность где-то вот где-то окольным путем получить результат то это в общем то принципе и заработать притом прилично вот тем более пошла коммерциализация спорта все турниры большинство турниров сейчас за рубежом они в общем даже ли наш мой вид рекалитийский вид вот марафона зарабатывать миллионы очень большие деньги зарабатывает сейчас создали бриллиантовые лего начали было золотая лего рекалитийская вот каждый турнир каждый от значит там шесть турниров если это выиграл шесть турниров от коллективской ты получает миллион долларов это же огромные деньги вот вот ответ на ваш вопрос в общем то вот коммерциализация спорта привела к тому что допинг уже проник в детский спорт я сужу многие соревнования сужу вот у нас также в казани проходит вот они кстати начинается понедельник шипов к юнах финал наших российских соревнований вот я захожу развивалку обычно ребята вот смотришь иногда бывает что следишь за ними что не употребляет употребляет пока пока витамины невинные казалось бы там витаминные комплексы какие-то аминокислоты но вот это начало вот потому что тренера которые работают уже данный момент с ними они уже заранее настроены на то чтобы со временем со временем когда появляется меркантильные интересы получить определенное имущество применить допинг это естественно подводит к тому что честным путем заработать как какие-то деньги как какие-то места высокие попасть сборной команды страны вот собственно говоря не договорил относительно вот вот этой конференции то что был девяностом году тогда ведь в открытую сказали централизованная подготовка сборных команд ссср тогда в то время привело к тому что часть спортсменов которые были там армейские сборные профсоюзные сборные они в принципе не могли догнать сборников попасть сборной команды практически ним невозможно было честным трудом можно можно было только где-то и вот тогда пошло каждый тренер стал фармакологом аптекарем они пошли по аптекам искать ферменты препараты что можно вот из допинговых списков потому что цель то какая получить эффект от и вывести из организма они не выводятся они попадаются и принципе вот оттуда пошли а ведь допинг это зло от страшные страшная вещь это подумать только гормональный будь то гормональный преподат психотропные или это кровосамещение это страшные вещи человек орудует ежегодно умирает где-то вот я вам говорил статистику до 60 человек ежегодно тем не менее люди рискуют вот чтобы получить заработать и самоутвердиться вот ответ на этот вопрос спасибо в принципе вы ответили на вопрос но одновременно вы подвели ко второму вопросу почему же тогда те кто окружает спортсменов почему они не останавливают их а как вы сказали наоборот даже подталкивают если опять-таки сравнить с экономикой можно привести пример крупнейшие свое время газовой компании на уровне газпрома американской энрон который рухнул в одночасье из-за чего из-за того что она подделала свои отчеты квартальные а почему потому что этого требовали акционеры то есть те кто окружал компанию они требовали отчетности какой повышающий доходность почему потому что тогда больше будут покупать акций и на ровно а раз больше будут покупать акции на ровно значит больше будет прибыль у всех прежде всего у хозяев потому что акционер это в принципе хозяева компании это не менеджмент вот пойдут отсюда вот этот вопрос почему тогда тренеры руководители не останавливают спортсменов и даже зная я сам хочешь ответ прост лежит на поверхности в общем-то принципе золотая медаль план вот золотых медалей олимпийских чемпионатов мира и никто не снимал чемпионатов европы международных сынованиях причем советское время вот даже отчеты писали о том что вот наши легкоатлеты заработали на коммерческих стартов от до 7 до 10 миллионов долларов тогда валют валюты не было в принципе тогда очень в общем-то дефицитное время было вот в общем-то это очень-очень сильно приветствовался причем вот если у нас было где-то 45 медали даешь 50 золотых медалей это в общем-то ежегодно и это когда вот любой вид спорта то то будет игровые виды там лыжный спорт аликкой к л defending плавания каждом виде на любой чемпионат мира вот в общем то опускается план вы вот ваша ваша задачи заработает от столько и стоками да вот за задачи естественно за это за это вы получите на это естественно конечно олимпийский чемпион чемпион мира чемпион европы это человек уважаем это в общем то слитки общества это в общем-то люди пожизненно обеспечено в общем то что получить такие льготы обеспечить себя ну достойную старт скажем так откровенно говоря достойной пенсии в общем-то потом ведь вот смотрите немалые деньги тоже те же олимпийские города 50000 долларов первое место 2 3 4 5 10 плюс правительство выделяет естественно приезжайте оттуда вы получаете какие-то значит там квартиры машины советское время живущем-то довольно сильно поощрялась поощряется до сих пор и тренер вот посмотрите на примере наших ходоков сарамских ходоков чогин на виктор михайлович работал да у него 21 человек попались на допинге он сейчас отстранен от всех работ и ученики тоже сняли вот это это что значит вот приезжать когда саранск у них все улицы думаешь тут одни кирзябкин талька низки не живут в огромные портрет это олимпийцев они причем до сих пор не сняли это герои это национальные герои в общем-то и тренер в общем-то знаю прекрасно что он подводит своих спортсменов под планку то есть вот очень сильно рискует да понятно сегодня герой ну завтра записи завтра антидопинговый контроль значит вода всемирно допинговая ассоциация рано или поздно доберется до тебя все равно тебя поймает ну так или иначе но тем не менее люди рискует ну как говорят поговорки не кто не рискует тот не пьет шампанское да но слишком дорогое шампанское получается да ну что вот так вот это последний вопрос завершающий точнее вопрос нашей беседе почему же тогда мы не поставим вопрос а насколько оправдана то что социальная сфера должна зарабатывать деньги спорт культура искусство и так далее в принципе они могут зарабатывать деньги или нет допустим я вспоминаю выступление нашего легендарного хоккеиста и шланг-старшина в советское время который приезжал к нам университет я буду на студентом и выступал мы только что проиграли нашу вернее не нашу американскую олимпиаду в лейк-плейсиде по хоккею да и он говорил сколько они получают за выигрыш получали вернее он говорил что получали за выигрыш 10 тысяч рублей с каждой до советского ряда за это чемпионат мира олимпийские игры чуть чуть поменьше 8000 но в долларах но тогда курс был один к одному до 7 но в долларах давали да то есть это в общем-то по личным ренам смешная цифра но с другой стороны она не позволяла как раз участникам спортивного процесса потерять свою голову правильно я с вами согласен когда такие деньги крутятся у кого угодно голова пойдет кругом отсюда вопрос последний должен или не должен спорт зарабатывать деньги коммунциализации или и вас перебьем или он должен прежде всего обеспечивать развитие физической культуры в стране большой спорт вот физической культуры вещи разное от большой спорт естественно тот помешано большие день очень большие деньги я вам привел пример золотая лига принятmac в это большие деньги до большие деньги очень большие деньги здесь содействовано ну вот создана значит всемирная сеть вы знаете сейчас включите телевизор любое значит посмотрите на призы тнк там футбол там был вернее бокс борьба без правил без всякого принципе насилия против этих вещей которых показывают по телевизору да это элементарное насилие но тем не менее большие деньги тут помешано спорт зарабатывать на чем-то вот такие основные олимпийские виды спорта как плавание лыжи легкая атлетика гимнастика вот такие виды спорта здесь заработать принципе это несмотребельно ведутся в общем-то принципе по телевизору показывать досмотрит население но это не футбол не хотели не баскетбол не игровые виды спорта вот здесь на мой взгляд зарабатывать особо-то невозможно я считаю так тут наоборот надо помочь этим видом спорта потому что это основные олимпийские виды спорта у нас только лёгкий атлетик разыгрывается 47 золотых серебряных бронзовых медалей это это основной олимпийский плюс плавание гимнастика вот три основных видов что футбол хоккей там они это одна золотая медаль считается понимаете но тем не менее это виды спорта как на который ходит народ игровые виды спорта там да там зарабатывать не зря президент нашей страны задал вопрос да футбол потом собирался вещание как раз вы упомянули об этом почему за рубежом футбол зарабатывает а у нас нет она у нас висят на бюджете понимаете вот здесь да вот у нас я с ним согласен вот здесь надо посмотреть на когда ты не заработаешь ну хорошо хорошо я 5 вас перебью почему тогда возьмем скандинавские страны прибалтийские на любые легкоатлетические соревнования приходят народ я не говорю толпами как на хоккей но приходит народ значит там занимаются этими видом спорта за здоровье я с вами согласен там где то есть вида спорта вот скажем в англии на хоккей не пойдут они пойдут на легкоатлетику смотреть там у них от популярный вид спорта нет я имею ввиду не только пуля до они сами занимаются сами занимается много вот у нас мы уже давно вот в общем-то зарубежным спортсменам мы тоже встречались на сборах я вот когда будучи сам членом сборной команды не центральный совет зенита на сборах кисловодский там потом душа мы несколько раз вот говорили с ними да у нас в общем-то здоровый врус жизни это поставлена в углу государственной политики на ранг государственной политики поставлены до здоровый врус жизни там тем более тебе хилово и здорово на работу не возьмут ты не выгоден никому работодатель это не выгоден попросту говоря то должен быть здоровым поэтому вот когда человек прижат у нас еще пока этого нет вот когда человек прижат когда вот сейчас в виде нормативы готовь студентам сейчас вы должны сдавать потому что большинство этого уже вот физической культуры вот мы я веду физкультура два раза в неделю вот вот здесь вот я смотрю настолько слабо молодежь настолько она вот у нас видит культура значит таком распущенном состоянии в школах детских садах она настолько вот приходит дети очень слабых есть кондиции очень низкие то есть прежде чем выносили слабые да очень уносливо не только вносилось вообще все качества очень слабые потому что система не дорабатывает просто у нас очень будущее нашей страны в общем-то зависит от них вот поэтому здоровый человек это прежде всего это плика прекрасно понимает на западе поэтому там поваленное увлечение джоггер джоггером значит бег поздравительный бег труса марафон у них еженедельно марафонов приезжаешь туда там марафонов десятки марафонов можно пробежать за неделю у них очень много очень много соревнований устроим очень много различные фирмы различные компании устраивают скажем японца содержит у тебя не футбольные хоккейную команду содержит команду марафонцев бегунов вот это прежде всего пропаганда здоровый в жизни прежде всего вот оттуда у них больше увлечения а у нас этого пока не вот со временем можно к этому придет со временем когда сознаем что мы по сегодняшний день вот в этом направлении не дорабатываем вот сейчас восстановили готова комплекс готов я считаю очень нужны и своевременные вот установлены да надо пред мероприятия очень очень нужны без этого нам никак нельзя спасибо вам эль карамыч я думаю что все-таки спорт может зарабатывать деньги но он должен прежде всего воспитывать в человеке желание заниматься физически согласен с вам дурой глав глава главная задача в культуре спорта это 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 воспитание здорово образ да и значит и популяризации вот здорово образ жизни это главный главный задача считает спасибо вам большое на эль карамыч я думаю что спорт может зарабатывать деньги но все-таки с моей точки зрения он должен прежде всего показывать пример здорового образа жизни вы согласны согласен с вами полностью согласен да прежде всего задача в культуре спорта это воспитание здорово подрастающее поколение здорово поэтому допинги и все это около всякие дела они должны однажды искоренить их попросту говоря спасибо честным трудом и честной борьбе только вот завоевать медали и спасибо большое эта программа татабет а теперь мы переходим к следующей части нашей программы где выступит перед вами эксперты элсы здравствуйте я году хаков фанис студент института экономики управления и права перед вами график индекса деловой стабильности по о гмк норильский никель за 2015 год начале года наблюдается резкий скотек который произошел из-за ажиотажного спроса на акции связаны в свою очередь с высокой доходности данных акций целом график адаптивный но условиях рецессии это не является положительным показателем так как это теревата инфляцией исходя из этого при покупке акции следует быть немного осторожными с одной стороны акции имеют высокую доходность но с другой стороны сохраняется пошлины со стороны стран импортеров в основном это сша здравствуйте с вами суханов галиб станислав чья из институт экономики управления права третий курс на графике представлен представлена компания пау татнефть за период октябрь ноябрь декабрь 2015 года на данном графике показан адаптивный индекс деловой стоимости он связан с предновогодним ажиотажем равновесия на графике не было связано с тем что курс рубля на мировом рынке сейчас нестабильны и цена на нефть резко падает исходя из данных выводов я вам рекомендую дождаться до конца мая 2016 года наблюдать как курс рубля будет себя чувствовать по отношению к доллару советую большими порциями не покупать акции по от от нефти имейте терпение дамы и господа и у вас все получится до новых встреч здравствуйте я глухаков они студент института экономики управления права перед вами индекс деловой стабильности power рост нефть на данном графике видно что индекс адаптивен во многом это связано с мировыми ценами на нефть также с тем что рост нефть попала в санкционный список и также внутренний спрос на рынке россии очень низкий я рекомендую вам покупать акции рост нефти в небольших количествах а также если у вас имеются акции не продавать их так как наблюдается рост цен на нефть добрый день я горбатого юлия сергеевна перед вами график индекса деловой стабильности компании камаз график является адаптивным на в некоторых периодах резкие скачки эти скачки связанные с планами совместного предприятия с немецкой компанией я рекомендую физическим лицам вкладываться в компании в акции компании камаз так как цена акций ориентирована на среднего инвестора